Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые и фундаментальные события, которые влияют на динамику тех торговых и финансовых инструментов, которыми мы спекулируем. Сегодня очень важный день для всего рынка Форекс. Сегодня в центре внимания всех, без исключения трейдеров, европейская валюта, потому что на повестке заседание ЕЦБ, решение по процентным остаткам, пресс-конференция и фактически дорожная карта того, как регулятор будет действовать дальше с учетом той экономической реальности, в которой он сейчас вынужден работать и с учетом, конечно же, не самых лучших перспектив, которые мы уже спроецировали не только на европейскую экономику. Про ЕЦБ, про действия регулятора, про то, что может случиться с евро, мы говорили уже не один миллиард раз. Друзья, я по-прежнему настаиваю на том, что главный валютный риск сейчас, может быть, и не совсем, скажем, переоценен, но все-таки имеет довольно хорошую базу, прежде всего фундаментальную, для того, чтобы пройти очень хороший путь вниз и уж точно оказаться, закрепиться уверенно ниже планки 1.10. Я даже рад, как уже отмечал, что вот к заседанию ЕЦБ мы подошли вместе с парой евро-доллар выше вот этого уровня 1.10. Таким образом, рынок как бы расслабился, откатил, дал продавцам собраться с новыми силами, которые ждут необходимый триггер и сегодня готовы ринуться в бой. Если говорить конкретно про то, что может случиться с европейской валютой, безусловно, никто не знает. Друзья, мы, как и любые участники финансовых рынков, стараемся опираться на реальный фундамент и предположить на его основе, как может отреагировать главный валютный риск на то, что случится. Поэтому, раз уж мы начали про евро, я предлагаю прям и закончить в плане тех ожиданий. Как вы помните, на повестке решений возможно снижение процентной ставки, насколько неизвестно. Я думаю, что это главный, опять же, катализатор потенциальный сегодняшнего движения евро, потому что участники рынка закладываются под снижение ставки по депозитам на 0,1%. Возможно, это решение действительно дисконтировано в курсе евро. Если оно будет таковым, европейская валюта, скорее всего, не покажет какую-то гипервлатильность, которая нам нужна. Но я, друзья, считаю, что сегодня Европейский Центральный Банк проявит максимум проактивности. Вот недавно читал статью, мне очень понравилось. Это финальный денежный фейерверк в исполнении драги. И я уверен, что сегодня глава Европейского Центрального Банка действительно может пойти на более агрессивный ход по снижению ставки, понизив ее до минус на 0,2%. То есть понизив ее на этот показатель. Плюс ко всему могут быть детали о операциях долгосрочного рефинансирования ТЛТРО. И, возможно, еще более мощный фактор движения. Это программа количественного смягчения. Детали этой программы нам неизвестны. Мы можем лишь предположить, если эта программа будет возобновлена, то на какую цифру, на какие объемы. Я допускаю, что это будет не меньше 30-40 миллиардов евро в месяц. И считаю, что без этой программы фактически никак не обойтись. Поэтому, если уж так сложится все, что сегодня мы получим решение по снижению ставки на 0,2%, сегодня мы получим конкретику о сроках, о деталях, объемах программы количественного смягчения. Операция долгосрочного рефинансирования станет ясно, что ЭЦБ сохранит за собой статус того регулятора, который крайне беспрецедентно стимулирует темпы национального экономического роста и делает все возможное, чтобы поспособствовать оздоровлению экономики. Важно отметить, друзья, что ЭЦБ сейчас будет бороться не только с замедлением темпов роста, но и продолжит вот эту бесконечную уже для него войну с низкой инфляцией. И вы должны понимать, друзья, что подойдя к текущему заседанию с теми водными макроэкономическими, с которыми мы подошли, нельзя сделать так, чтобы по факту этого дня, по факту решений, европейская валюта очень сильно укрепилась. Потому что если евро сильно вырастет, и если Европейский Центральный Банк ничего с этим не поделает, и никаких действий в противовес не предпримет, то тогда с укреплением курса евро будут созданы дополнительные, совершенно ненужные риски и для экономического роста, и для конкурентоспособности, и самое главное, для активности потребителей, которые влияют напрямую на показатель инфляции. До заседания ЭЦБ в 12.00 по московскому времени, сегодня выйдут данные по промышленному производству, Драги будет опираться в том числе и на этот сектор обязательно, конечно же. И по прогнозам, посмотрите, статистика крайне негативная, сожидает. Соответственно, у Драги будет еще один стимул, чтобы все-таки сегодня попалить из всех орудий и дать то, что ждут продавцы. Поэтому по итогам сегодняшнего дня, друзья, я ожидаю, что пара евро-доллар должна оказаться ниже отметки 1.10. Насколько глубоко мы сможем сходить и в итоге закрыть день, покажет, конечно же, время. Осталось ждать совсем немножко. Но, визуализируя, скажем, опять же, те движения, которые необходимы, я настраиваюсь на вот такой исход, который только что обозначил. Что касается других активов, за ними мы тоже следим. Нефтянка 61.23. Друзья, те, кто держал короткие позиции, вы наверняка выдохнули. Я рад за вас. Я пока что вне рынка, но хорошо, что котировки пошли вниз. То есть мы говорили о снижении темпов спроса на нефть, о снижении прогноза по ценам от разных источников, от разных агентств и инвестиционных банков. Все это сейчас подкрепляется докладами ОПЕК, которые также пересмотрели прогноз спроса на нефть до 1 миллиона, как и предыдущая оценка Goldman Sachs. Мы говорили вчера с вами про отставку одного из главных советников Трампа Джонат Болтона, который был одним из главных лоббистов идеи жесткой сенсационной политики против Ирана. Сейчас он уже где-то там в стороне, он освобожден от занимаемой должности. И те, кто следил преимущественно за отношениями США и Ирана, сейчас также выдохнули, считая, что вот он как раз, вот то самое условие, когда США и Иран могут вернуться к переговорам. Впоследствии, возможно, это приведет и к снятию всех ограничений и поставкам иранской нефти на международные рынки по более высоким квотам и объемам. Как дополнительные поставки повлияют на глобальный рынок с учетом всех озвученных перспектив ослабления темпов роста мировой экономики? Здесь, мне кажется, уже очевидно то, что до предложения оно только усилит вот этот дисбаланс и создаст условия для дополнительного снижения. Этим фоном сейчас нужно пользоваться, друзья. Встреча, возможная между Трампом и президентом Ираном Рухани состоится уже в рамках этого месяца. Будем следить за развитием событий, но пока что действительно очень много в пользу того, чтобы нефть снижалась и дальше. Доллар иена 108,08, поскольку накануне снизился спрос на защитные активы из-за того, что Китай освободил от дополнительных пошлин 16 категорий американских товаров. В ответ на это Вашингтон согласился перенести дату введения повышенных пошлин, повышения пошлин до 30% с 1 октября до 15-го. Все снова заговорили о том, что наконец-таки страны идут на уступки. Это, конечно же, фундамент для дальнейших переговоров по возможности достижения двухстороннего торгового соглашения. Но это все, друзья, проходили уже много раз. Это я считаю, что такой позитив на нахождение общего языка между ведущими странами транслировать не нужно. Мы вернемся к негативу. Трам, кстати, вчера через свой твит в очередной раз вылил очень много грязи на Федрезерв и призывал в этот раз снизить ставку не только на 100 байсных пунктов, а вообще увести ее на отрицательную территорию. Будем смотреть за тем, как отреагируют на это Джером Пауэлл и Федрезерв. Реакция должна последовать очень скоро, потому что фактически на следующей неделе у нас заседание американского регулятора. И будем преимущественно следить за тем, как ФРС поведет себя и что произойдет с долларом. Нужно, конечно же, увидеть слабую американскую валюту. Друзья, я думаю, что на другие инструменты мы сегодня распыляться не будем. Давайте закончим на этом. О других активах поговорим уже завтра. Возможно, с учетом новых вводных по Европейскому центральному банку. Ну а сейчас все, внимание на ИЦБ. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.